Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На портале госуслуги появится раздел для участников спецоперации и членов их семей. Такое поручение дал правительству Российской Федерации президент Владимир Путин. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работу по демонтажу и вывозу незаконных торговых объектов на территории города. Работу по этому направлению обсудили на еженедельном городском совещании в администрации. Дорога мужества. Самарцам рассказали, как строился БАМ. На портале госуслуги появится раздел для участников спецоперации и членов их семей. Такое поручение дал правительству Российской Федерации президент Владимир Путин. Оно должно быть выполнено до 1 мая. Самарская область уже создала такой раздел на региональном портале госуслуги. Наш регион первым в стране запустил сервис возвращения, содержащий более 100 услуг федерального, регионального и муниципального уровней. Это единое окно для удобства получения мер поддержки. Проект возвращения был разработан в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке агентства стратегических инициатив. Проект получил высокую оценку президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работу по демонтажу и вывозу незаконных торговых объектов на территории города. Работу по этому направлению обсудили на еженедельном городском совещании в администрации. На начало года в реестре числилось 243 объекта. Главы районов рассказали, как они ликвидируют самовольные постройки. С подробностями Светлана Кудрявцева. В реестре самовольно построенных нестационарных торговых объектов Самары числятся более 200 незаконных сооружений. Это киоски, ларьки, палатки. По закону органы местного самоуправления наделены полномочиями выявлять и демонтировать такие постройки. Иногда собственники незаконных сооружений ликвидируют и вывозят их самостоятельно. Если договориться не удалось, либо собственники объектов не найдены, демонтаж делают муниципальной власти. На еженедельном совещании в мэрии Самары, которое провела глава города Елена Лапушкина, обсудили, как организована работа по вывозу незаконных торговых объектов. В 2023 году с территории вывезено и демонтировано 117 самовольных нестационарных торговых объектов, 98 самовывоз и 19 в рамках муниципальных контрактов. По состоянию на 1 января текущего года в реестре самовольно установленных НТО включено 243 объекта. Несмотря на то, что незаконные торговые объекты продолжают возникать, их количество год от года значительно снижается. Например, в 2017 году на территории Самары насчитывалось 1147 объектов. Сейчас почти в пять раз меньше. В Октябрьском и Советском районах активно работают с собственниками, которые самостоятельно вывозят незаконные объекты. Больше всего самовольных построек числятся в Кировском и промышленном районах. Обращаю внимание на организацию работы и приоритет поставить, конечно, наши гостевые маршруты в Московское, Новосадовое, в центре основных наших магистралей по поводу вывоза. И, безусловно, ни в коем случае не допускать появления новых объектов. До конца текущего года только районные власти планируют демонтировать и вывести более 100 самовольно установленных объектов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Когда свобода предпринимательства идет в разрез с правами граждан, самарцы обратились к властям с просьбой разобраться с деятельностью организации, расположенной на первом этаже жилого дома. Что беспокоит людей и какое решение было принято по итогам встречи, расскажем далее. Летом 2023 года жители многоквартирного дома в Октябрьском районе Самары начали испытывать дискомфорт. Всему виной воздух с примесью химикатов, который поднимается по вентиляции с первого этажа и распространяется по квартирам. По словам жильцов, участились случаи болезней и аллергических реакций, как у взрослых, так и у детей. Два раза видела на восьмом этаже у своих детей. Один раз просто дымку, а второй просто из ванной идет дым. Вот позавчера у меня внучки играли в комнате, вдруг они там раскапризничают, говорят, что такое, говорят, воняет, воняет, а им начинают, они начинают кашлять, им начинает плохо. Жители уверены, всему виной производство, организованное одним из арендаторов в помещениях первого этажа жилого дома. Там площадь, площадь из трех помещений находится, в одном из помещений находится высокочастотный, два аппарата по обжигу полиэтилена. И они сами работают в маске и в комбинезончиках противозащитных. Жители обращались в надзорные и правоохранительные органы. Роспотребнадзор, взяв пробы воздуха, не выявил никаких отклонений. В решение вопроса вмешались органы местного самоуправления. По словам главы Октябрьского внутригородского района Сергея Радько, ситуация требует более радикальных мер. Вопрос надо чуть шире поставить, вообще законности нахождения этого производства в жилом помещении. Поэтому сейчас даны будут поручения, я так полагаю, что мы посмотрим с этой стороны еще, чтобы в принципе убрать это производство с жилого дома. В обсуждении вопроса принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. В жилом многоквартирном доме химическое опасное производство – это абсолютно за гранью добра и зла. Мы эту грань вернем. В планах участников встречи инициировать проверку объекта со стороны контролирующих органов – прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС, по результатам которой будет поставлен вопрос о закрытии предприятия в многоквартирном доме. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. В Софийском соборе прошло торжественное мероприятие, посвященное Году Семьи. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий рассказал о понимании семьи как духовной ценности. Вице-губернатор Дмитрий Холин призвал помнить свой род и историю своего народа. А Ирина Цветкова презентовала новый совместный проект Самарского областного отделения Союза журналистов России и Самарской епархии Русской Православной Церкви. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Мероприятие, посвященное Году Семьи, началось с Божественной Литургии. Песнопения исполнили Самарский губернский студенческий хор «София» и сводный детский хор «Благо». Служба продолжилась молебном с принесением мощей святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака и семейных уз. Им молятся о преодолении семейных неурядиц и неспослании счастья в совместной жизни. Метрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий говорил о понимании семьи как духовной ценности. «Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности». «Пробуждение через семью, через детей дает возможность сохранения преемственности, традиции, сохранить наш народ. Я думаю, что сегодня мы переживаем вот это духовное обновление». Вице-губернатор Дмитрий Холин рассказал о том, как важно помнить свой род и историю своего народа. «Но я тебе скажу одно, что когда действительно за эти полтора года бывали ситуации между жизнью и смертью, что вспоминаешь? Свою семью. Именно то, что дает тебе право жить, и ты веришь в то, что после тебя эта жизнь будет лучше и чище». Ирина Цветкова презентовала новый совместный проект Самарского областного отделения журналистов России и Самарской епархии Русской Православной Церкви. Конкурс «Древо семьи. Семья, род, народ». Он посвящен памяти архимандрита Георгия Шестуна. Конкурс призван укрепить семейные и нравственные ценности. Творческое соревнование будет проводиться по трем номинациям – литература, журналистика и фотография. В каждой выберут одного лауреата. Заявки на конкурс принимаются до 30 октября. Итоги подведут в декабре. «Мы даем старт нашему проекту, нашему творческому конкурсу, который благословил Владыка Сергий. И, собственно говоря, название этого конкурса принадлежит именно Владыке Сергею. Это он, когда мы обсуждали, предложил название этого творческого конкурса имени архимандрида Георгия Шестуна «Древо семьи. Семья, род, народ». Потому что для Владыки это тоже очень важная тема. Завершилось торжественное мероприятие исполнением песни регенским хором Самарской духовной семинарии. Александр Шугаев, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Праздничная молитва, знаменующая начало Рамадана, прошла в Самарской соборной мечети. О чем просят верующие и с какими чувствами выходят после намаза, расскажем в нашем сюжете. Накануне священного месяца Рамадана в Самарской соборной мечети морились одновременно около пяти тысяч мусульман. Прозвучал особый намаз, который будет читаться в течение ближайших 30 дней. «Этот месяц наступил, и мы радуемся тому, что имеем возможность совместно прийти, совместно поклоняться и совместно получить довольствие сегодняшнего». Во время Рамадана мусульмане отказываются от привычного образа жизни. Принимать пищу и пить они будут только ночью, от захода солнца до рассвета. Но главное, Рамадан – это еще и время духовного очищения и осмысления для каждого мусульманина. «Надо просить за детей, за себя, за родственников, за всех, за всех надо. Кто умер, тоже за родителей просить надо, чтобы грехи им отпустил Аллах». «Выходишь совсем другим человеком, полностью свободным, забываешь все тяжелое, мирские проблемы все забываются, как заново рожденно получается». Молиться во время Рамадана мусульмане будут ежедневно пять раз в день. Пост продлится до 9 апреля, а 10-го они отметят праздник Ураза-Байрам. Андрей Бессонов, Полина Челюкова, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, из-за пожара, в котором погибли женщина и двое детей». Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. Напомним, в выходные после тушения пожара в частном доме, расположенном в Челновершинском районе, обнаружили тело 61-летней женщины без признаков жизни. Шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик доставлены в больницу, где позже скончались. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. На этой неделе в Самаре продолжат ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды. Во вторник, 12 марта, в доме номер 3 по улице Победы с 10 утра до 14.00 будут менять пожарный гидрант. В среду, 13 марта, в доме номер 92 на улице Авроры с 10.30 до 12.30 проведут ремонт насосных агрегатов. В тот же день в домах номер 48 и 52 на улице Гагарина с 9 утра до 23.00 будут выполнять работы по врезке в водопроводную линию. В этот период жильцы могут остаться без воды. Сотрудники госавтоинспекции по Самарской области подвели итоги рейдов в период с 7 по 10 марта. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 86 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 166 автомобилистов. Также 72 водители нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 72 правонарушения со стороны пешеходов и 59 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правила дорожного движения. В Самарской области на многих участках Волги образовались промоины. По данным поисково-спасательной службы региона высота наледи на реке варьируется от 5 до 50 сантиметров. В районе Самары наиболее прочный лед специалисты зафиксировали у барбошенной поляны до 35 сантиметров у берега. Примерно такой же толщины лед возле зеленой рощи. В районе улицы Первомайской от 7 до 20 сантиметров. Поблизи центральной спасательной станции лед стал значительно тоньше – всего 5-8 сантиметров. Такой же тонкий лед в городе на Красной Глинке. Толщина его у берега составляет от 8 до 10 сантиметров, а ближе к фарватеру – не более 5 сантиметров с промоиной. Опрос россиянок о том, какие необычные подарки они получали в Международный женский день, провел сервис по поиску работы. 8% опрошенных подарили необычные цветы – экзотические растения, например, цветущую опунцию или букеты из 101 розы. Еще 6% опрошенных получили в подарок домашних питомцев, 3% респонденток – туристическую путевку. Также женщинам вручают на праздник кухонную утварь, украшения, сертификаты на разные активности и мастер-классы, сладости и игрушки, билеты в театр и на концерты и просто деньги. Самыми оригинальными оказались те, кто подарил женщине автомобиль. Такой презент получила одна из 100 респонденток. От их профессионализма зависит жизнь и облик города. В Самаре отметили лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Самые ответственные и трудолюбивые представители отрасли получили грамоты и благодарственные письма. На торжестве побывала наша съемочная группа. Здравствуй, город! Здравствуй, город! Знакомый, прохожий! Здравствуй, город! Самый близкий на свете людей! Они там, где сложно. Устраняют коммунальные аварии, наводят порядок в парках и скверах. Чистый, комфортный и безопасный город – это результат круглосуточной и кропотливой работы сотрудников ЖКХ. Альфина Фролова работает в отрасли 26 лет. Говорит, о выборе профессии не жалела ни дня. С годами любовь к работе только крепнет. Мне нравится приносить людям добро, строить. Когда ты запускаешь какой-то объект, это приносит радость, конечно. С профессиональным праздником самых трудолюбивых работников отрасли поздравил исполняющий обязанности зампреда правительства Самарской области Владимир Василенко. Со сцены он зачитал слова благодарности от имени главы региона Дмитрия Азарова. Хочу искренне поблагодарить вас за ответственное отношение к делу, умение мобилизоваться в самых непростых ситуациях, настойчиво до привязки поставленных целей. Большое спасибо ветеранам бытового обслуживания населения и за личное коммунальное хозяйство. Сегодня все эти достижения были бы невозможны без вашего участия и упорного труда. С каждым днем Самара становится краше. На ее территории реализуются масштабные нацпроекты, строятся новые объекты, преображаются городские улицы. Все эти перемены – результат работы целой команды профессионалов. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Дорога мужества и славы. Летопись Баама. Под таким названием прошел исторический экскурс для подростков. Мероприятие приурочили к 50-летию с начала строительства Байкала-Амурской магистрали. Школьники не только узнали об истории строительства Восточно-Сибирской железной дороги, но и услышали песни, посвященные Баму. Подробности в нашем сюжете. Даниилу Никитину 14 лет. Он учится в кадетском отделении 170-й школы. В свободное от учебы время Даниил часто посещает библиотеку. В этот раз пришел вместе с классом на историческое мероприятие «Дорога мужества и славы». Летопись Баама. Вместе с одноклассниками Даниил узнал о строительстве Байкала-Амурской магистрали и трудовом подвиге советского народа. Молодежь молодцы. Они дружно помогли профессиональным строителям. И даже если человек только начинает учиться, он, разумеется, тоже может вложить свой труд в историю. Байкала-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Протяженность магистрали – 4 323 километра. Строительство Бамы началось в 1974 году. В нем приняло участие около двух миллионов человек. Среди них были и студенты-добровольцы. В тяжелых условиях непроходимой тайги и вечной мерзлоты они учились, трудились, влюблялись и строили новую жизнь. Молодежь там не только трудилась, но имела хорошо и интересно отдыхать. Создавались агитбригады, да. То есть стройка, она не прекращалась. И, конечно, это большой пример для нынешней молодежи, как люди умели трудиться, работать и отдыхать. О строительстве Бамы снимали фильмы и писали песни. Некоторые из них под аккомпанемент гитары исполнил вокальный ансамбль «Славичи». Ансамбль сотрудничает с библиотекой более семи лет. Вокалисты с удовольствием принимают участие в культурных мероприятиях, которые здесь проводятся. Очень хотелось показать вот именно эту небольшую такую программу для нашего подрастающего поколения, чтобы история наша не забывалась. С момента начала стройки Байкал-Амурской магистрали прошло 50 лет. На некоторое время работы были остановлены, а в 2021 году рабочие приступили к строительству второй линии Байкал-Амурской магистрали. Модернизация Бамы и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития железных дорог до 2025 года. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. Палитры юмора со всей России. В Самаре прошел фестиваль открытия сезона игр Центральной Лиги Международного Союза КВН «Самара», которая подтвердила свой статус представителя ассоциации на территории нашего региона на фестивале «Кевин» в Сочи. Смешить зрителей приехали 84 команды из разных городов нашей страны. О том, какими шутками славятся регионы, расскажет Ксения Баканова. Молодые, амбициозные, а еще самые веселые и находчивые. В Самару приехали команды из разных уголков России. Повод приятный – открытие сезона игр Центральной Лиги Международного Союза КВН «Самара». Теперь у нас приезжают команды со всех уголков нашей страны, и они здесь готовятся к телевизионным играм Международного Союза КВН. Это большая уникальная возможность для ребят со всей страны побывать здесь, в сердце России, и познакомиться с самарским зрителем, с самарскими достопримечательностями и просто с самарской душой. Заявки на участие подавали 84 команды. Право выступать на галоконцерте получили 27 коллективов из разных регионов. К примеру, из Перми, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Орска, Набережных Челнов, города Шахты, Батайска и Калининграда. Организаторы отмечают – для участников это отличный повод заявить о себе. Это хорошая возможность поиграть в открытый КВН, потому что они замкнуты много лет в одной системе, друг с другом уже годами знакомы и, в принципе, ничего нового для себя не открывают, а тут они попадают в мясорубку, где играют против совершенно других мозгов, совершенно других артистов. Все выступления разделены на пять блоков. В каждом звездные члены жюри выбирали лучшую команду. Ребята из Батайска стали победителями в номинации «Провинция». Рассказывают, главное – это поймать тренд и быть со зрителем, что называется, на одной волне. В этом секрет успеха. Готовились плотно, приехали за неделю. Хотим погрузить зрителей в свой мирок батайского юмора, познакомить с городом, рассказать о нас. Уверена, что будет очень смешнее. Вся проблема в том, что ты старый. Яна, у нас год разницы. И ты старше! Не кричи, я не глухая. Ты хороший, я плохая. И вообще, я обиделась. У разных команд разные направления. Кто-то космос показывает, кто-то какие-то другие вещи. Мы вот любим в Жизу играть. То есть Жиза, соответственно, жизненный юмор, который будет понятен разным возрастам. И взрослым людям, и маленьким детям. Чтобы люди узнали себя в этих миниатюрах. Это вот наша основная цель. Мы это и тянем. А вот в команде «Цветы и шпионы» из Оренбурга произошла настоящая перезагрузка. Игроки решили, что ворвутся в сезон обновленными. Вообще решили поехать в Самару еще после результата в Сочи. Так как нам показалось интересным, что Самара это первый год как центральной лиги. А мы решили пересобраться, поменять название, поменять форму. И полностью начать новый свой путь к войне именно здесь. Показалось, что это хорошая идея. Жалко, конечно, что у вас хвостов нету. Непонятно, радуетесь вы мне или нет? И вы что, ржете надо мной? А нет, тут так надо. А, так надо? Ржем. Мы очень ждали встречи и с главным редактором, с Дмитрием Колычным. Очень хотелось познакомиться и понять, как будет работа с ним происходить. Ну и в целом это было все достаточно волнительно. Лига только начинается, только появляется. И очень круто находиться здесь, в первооткрывателе. В сезон центральной лиги вышла 21 команда. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самаргист» на видеохостингах, преодолело очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 34 миллиона. Канал «Самаргист» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 93 тысячи. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей. А просмотры на видеохостингах более 400 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники. Также у нас есть аккаунт и на хостинге Рутуб. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь же тематические детские зоны, маяк, волны, кит, подводная лодка. В этом году уже в четвертый раз состоится всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. С 15 по 17 марта жители Самарской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что с 12 марта начнется прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведет департамент опеки, попечительства и соцподдержки по понедельникам и средам с 9 утра до 17.00 по адресу Куйбышева, 48. Также заявление можно подать через МФЦ. Подробную информацию можно уточнить на сайте. Администрация Кировского района поздравляет самарцев с началом Масленичной недели. Издавна на Руси было принято отмечать смену времен года. Зима считалась непростым периодом для людей, а потому один из самых популярных праздников у россиян – масленица, проводы зимы и встречи весны. Само название гуляния произошло от того, что в праздновании люди старались задобрить и маслить весну. С масленицей связано много примет. Считается, что холодная погода перед началом недели – к хорошему урожаю. Чем больше напечь блинов, тем больше удачи, денег и здоровья будет в этом году. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok